Добрый вечер. Начинаем с запись прохождения игры DuckTales 2 New Impressions. Эта игра является хаком на оригинальный DuckTales 2, в котором несколько изменены уровни. То есть, где-то есть усложнения, где-то, по-моему, наоборот, упрощения. Этот хак, он намного легче, чем DuckTales Deluxe. Но, тем не менее, я слышал об этом хаке в основном положительные отзывы, посмотрел на него, ну, не знаю. Тем не менее, захотелось мне записать прохождение этой версии, потому что в интернете, к моему удивлению, никто, так сказать, никто не сделал прохождение данной версии. Вроде её, когда эта игра вышла, хотя она вышла уже достаточно давно, вот так хорошо писали, и ни прохождения, ни стримов по этой игре в интернете не сделали. Поэтому сейчас попробуем записать данную вещь. Возьмём уровень сложности нормальный, то есть, игра на русском языке. Диалоги, тексты, они от оригинального перевода, сделанного шедевром. Но не отличаются, то есть, текст тоже самый. По сути, изменения только в структуре уровней, то есть, поменяли там местами платформы, некое подобие лабиринта даже есть где-то, и так далее. В общем, это DuckTales 2, New Impressions, то есть, новые впечатления. Не знаю, какие это будут впечатления у того, кто в это сыграет. Как по мне, здесь в некоторых уровнях есть такие подставные места, суть которой во многом определяют эту игру, то есть, они её решают. Без этих мест вообще игра бы казалась вообще таким проходным хаком. Но вот из-за этих мест, вот лично у меня, сложились такие, не особо положительные впечатления, вот так скажем. Начнём с Ниагарского водопада. Да, зря я сказал сейчас, насчёт отрицательных впечатлений, можно сказать, сразу итог подвёл. Ну ладно. Начнём, в общем, с Ниагарского водопада. Пока, такие незначительные изменения. Да, понятно, что это не Deluxe. Deluxe это там, конечно, не хочется его называть таким шедевральным хаком, но там действительно постарались как следует. То есть, это хак, можно сказать, с большой буквы. Это, ну, не знаю, как этот хак можно назвать таким хорошим. Нет, ну, хак-то он в любом случае, это хак. Потому что изменения всё же, ну, не то чтобы кардинальные, но и их полно. И усложнения здесь есть, сложные места есть. Кто-то даже писал, что эта игра является более сложной, этот хак более сложный, чем Deluxe. Я в Deluxe, к сожалению, не играл. Ну, и так походил, побродил по первому уровню, ну и всё. Поэтому, моё знакомство с этим знаменитым хаком закончилось. Сейчас, и этот же хак... Блин, ладно. Сколько угодно можно говорить, что это за хак. Просто сейчас по нему пройдёмся. По крайней мере, попробуем пройти, потому что... Сейчас, говорю, подставные места, они... И здесь могут мне запросто проблем доставить. И, может быть, даже гейм-овер будет. То есть, continue покупать в магазине я в любом случае буду. Потому что для перестраховки денег не жалко. Вот это вот неудобное место здесь достаточно. Здесь очень аккуратно надо, чтобы шипы не задеть. Нормально. Так, этот кусочек золота я не успею взять. Ладно. Чтобы достать вот этот вот сундук, надо вот этого крота убить. И, блин, какой же... В общем, с помощью вот этого крота надо туда залазить, а не вот этого, как кажется. Хотя вот тут тоже дыра есть. Чтобы туда запрыгнуть. Да, но использовать надо другого крота, а не вот этого. Ладно. Фиг с этим сундуком. Вообще, я не люблю в Доктейлзах бродить и ходить собирать золото, на самом деле. То есть, многие играют в этих Доктейлзах и выбирать того, чтобы собирать эти слитки. Я... Вот это вот первое подставные места, очень подставные, здесь надо, можно сказать, супертрюк исполнить, потому что... Сложно это сделать будет сейчас, и пофигу там... Пофигу хотелось бы забить на этого долбаного винта и пройти без его примочек. Однако, если мы пойдём дальше, вот тут вот... Ведь мы видим здесь два этих кирпичных блока, которые пробиваются только с помощью примочки, которая нам даст винт. А проплыть под этими бревнами мы не сможем. Поэтому нам в любом случае идти надо спасать этого долбаного изобретателя. И для этого, чтобы нам изобрести вот здесь, вот придётся изобразить супертрюк. Который, не знаю, вот с первого раза, я уверен, он ни у кого не получится, потому что... Всё произойдёт настолько быстро, что вы не успеете понять, что случилось. Вы потеряли жизнь, и вы потеряли золото. Сейфа в первом уровне ещё нету. Не знаю, получится у меня, нет, мне не всегда получается выполнить этот трюк. Я не знаю, получится, нет. Будем пробовать, а не в любом случае. Не получилось. В общем, надо выходить из... Такой выход делать из левой половины вот этой вот платформы. И тогда, так сказать, нас вытолкнет за пределы, так сказать, за границей эту платформу. Ну как в первом Марио, по сути. Есть же там глюк, когда сквозь стены можно проходить. Здесь что-то подобное надо сделать. Быстренько запрыгнуть на ту платформу, где шипает. Перепрыгнуть и вновь успеть опуститься на эту лодку. Вообще сложно это сделать. Проще... Ну вот. Тут ещё прыжок, вот хочется на автомате прыжок нажать, но... Прыжок здесь нажимать не надо. Здесь... Прыжок здесь нажимать надо, но нажать надо... В том месте, где уже ты вышел из-за этой... За пределы этой платформы. То есть здесь настолько всё пиксельно точно, блин. Ну, не люблю я это. Автор в этом моменте и просто перестарался. Вот, получилось. Но вот только так здесь можно это сделать. И всё ради вот этого наконечника. К сожалению, он нам жизненно необходим, чтобы продолжить игру. Да, здесь уже можно не париться. Здесь можно через верх пройти. И теперь всё хорошо. Сейчас мы разобьём эти долбаные блоки кирпичные. И... Наконец-то продолжим игру. Да, в магазин придётся потратиться как следует. Здесь, конечно, такая мысль сейчас... Воспользоваться, так сказать, услугами зигзага. И чтобы он нас вернул этот... Ах, это что-то вот так вот, да? Нет, мне эти деньги нужны. Я вынужден собирать, потому что, чтобы... Так, да, сейчас... Сейчас да выпендриваюсь. Меня этот... Крот просто убьёт, нафиг. Да, скорее всего, мы сейчас такое сохранение сделаем, попросту говоря. 102 тысячи. Да, хотим мы вернуться в Дагсбург. Чтобы не получить гейм-овер, вынужден я вот такой. Не то, чтобы сейв-сейв сделать. Так. Деньги экономить. Не хочу гейм-овер получать. 102 тысячи у нас всего. Чё мы на эти 102 тысячи можем купить? Ничего мы не можем купить. Зря я это сделал. Ну ладно, хотя бы, да, мы сэкономим. Ага, ну, хотя бы так. Всё, сейчас... Сейчас уже, вроде, проблем не ожидается. Хотя бы все деньги на месте тоже это надо будет. Этот цветок людоеда ничего не дал. В этом ящике у нас мороженое, которое восстанавливает здоровье. Оно нам не нужно. Так, успеем? Нет, не успеем. Получается лягушка воспользоваться. Есть. 50 тысячи наши. Сейчас жизнь возьмём. Всё. Статус-кво восстановлено. Так, вроде наушник. Туда в эту часть не надо идти. И... Нет, я ради эти 10 тысяч туда не пойду. Ну, давай. Есть. Всё, понки здесь нету. То, что спасти надо было, винта бы не сделали. Что же, как-то... Так, главный... Так, я сейф ведь не купил, нет. Ну и нафиг, тихо. Чё-то мне маленько залагало так. А, 200 тысяч, это уже хорошо. Сейчас, вроде, всё должно хорошо получиться. Так, надо... Надо эти сундуки всё-таки добыть. Дышь... Не даёт. Не даёт мне этот крот туда подняться. Теперь всё окей. Остальная часть уровня, вроде, не такая сложная. Поэтому... Ну вот, видим, что... По сути, кроме того места, в игре, в этом уровне, ничего такого особого нет. Да, что-то передвинули, там, изменили. Ну, эти такие простые, ничем не запоминающиеся перестановки. Так, вот тут вот надо быть аккуратнее. Да ну ладно вам, ну ёп твою... Пссс, блядь. Ах, ёшкин кот! Зачем я эти все 300 тысяч собирал, фиг его знает. Всё, он их потерял. Неудобно, вот здесь вот поставлено место, ё... Вот это вот. И платформы у меня в тот раз по-другому маленько выплывали. Да, и как мне сейчас вовремя это мороженое прям нужно? Ну да. Да нет, вот не понимаю, в тот раз у меня вообще платформы по-другому выплывали. Чё в этот раз-то не так? Ну, ёп твою дивизию, а? Час-час не понимаю, чё не так с этим платформами, потому что не так они у меня подвигались вот совершенно по-другому. Да, на последнюю жизнь сейчас всё решать будем. Кошмар. Чем я эти 300 тысяч собирал, зачем я это всё на это время потратил? Да, вот здесь вот ещё можно жизнь потерять. Если хочется, вот в этом месте, в котором под нами там спрятаны золотые слитки, вот... Кто хочет, пусть их достаёт. Так. Ну, это место нифига не сложное. На самом деле тут просто... Ну, и всё на этом. Смарник только задник изменён будет на арене с этим боссом. Я вот думал, что вот эти зелёные лианы, это... Типа помеха в этом уровне, который не даёт высоко прыгать. Но нет, это просто я... Немного изменённый... Бэкграунд. Сейчас почему-то у меня маленькая фасуха. Так, лаганул, я из-за удара не увидел. Мерцающего джина, и опять он исчез. Так, фасуха, хорош лагать вот. Кошмар. Целых 300 тысяч потерял. И жизнь последняя у нас. Так, чистая энергия у нас. Чистая энергия. Ладно, возьмём эту чистую энергию. Так, 514 тысяч осталось. Нам либо взять сейф, либо континью. Даже не знаю, что взять-то можно. Да, сейчас я отправлюсь на корабль, и... Ладно, рискнём. Ничего не возьмём. Нафиг всё это. Да, корабль. Уровень. Начало здесь тоже не изменено. Начинается так же, как и в оригинале. Сейчас такие будут небольшие изменения у нас. Так, вход здесь перекрыт. Потом он только на финальном уровне будет открыт. Всегда из-за этой пушки любил стрелять. Ну, вот сейчас пойдут такие у нас. Изменения. Ну, они опять-таки нетрудные. Все эти... Полузагадки, на самом деле, разгадываются очень легко. Главное, не дать ему полностью выкатиться. Таким образом... Слиток будет взят в пропасть. Наш персонаж упасть не может. Да, нам очень деньги теперь. Так, что здесь? Ага, секрет такой. Ну, всего-то тысяча, но блин, ребята. Да, вот ещё одна очередная загадка. Здесь... Надо будет использовать врагов, чтобы запрыгнуть вон на ту платформу. Так, сейчас я проверю. До конца дойду на наличие слитков. Есть тут чё? Тот сундук мы позже возьмём, когда войдём. Всё это. Сейчас мы ждём все пираты теперь. Давай, дружочек. Да ну вот нафига ты нам 10 тысяч доставил? Да, мы же теперь там до конца своих дней будем мучиться, пытаясь оттуда выбраться. Так, жизнь взяли. Хорошо. Теперь продолжим. Эти 100 тысяч, которые я набрал, уже сохранять не будем. Так, это место здесь... Тоже не подверглось изменениям. Продолжай. Всё так же, как и в оригинале. Так, вот эти птицы могут достать проблему в этом месте. Да ты сволочь! Хороший он уже. Так, нет, они так и будут летать. Своими бомбами они запросто меня могут убить. Так, вот здесь надо точно пиксельный прыжок выполнить, потому что... Есть. Так, вот так. Ну, хорош уже тут. Я хочу посмотреть, есть ли что, нет? Нет, ничего. Всё. В оригинале в этом месте нужно идти за картой. За третьим куском карты. Однако здесь прохода нет и... Надо опять всё это обходить. На самом деле, идея не такая уж и плохая. Маленькую дольку лабиринта в этот уровень добавить. Так, это я там сундук, ну, или что ли? Что-то не обращал внимания, когда я в первый раз проходил. Что там сундук или просто камень. Так, здесь перекрытый, сейчас мы увидим арену, на которой происходит финальное сражение в оригинальной игре. Здесь же будет сражение в этой версии, но пока Ти-тысяча здесь не стоит. Встретимся мы с ним чуть позже. Пока что у нас нехорош. Пока же у нас на очереди тоже место не из приятных, на самом деле. Я читал на форуме то, что здесь тоже не могли пройти. То есть не поняли, что здесь делать, как это место проходить, куда идти. В первую очередь мы сейчас у винта возьмём второй наконечник, который позволяет с помощью пинка... Ну, вспомни, ну, не пинка, а это... Я в детстве, мы думали, что дядя Скотч пинает эти все блоки. На самом деле он тростью так машет, тем самым разбивая блоки кирпичные. Это... этот пауэрап, но тоже необходим. Без него мы не пройдём. Дальше в некоторых местах... Вот разгадка в этом месте следующая. Просто сюда запрыгнуть и всё. Да, вот здесь у нас находятся, по-моему, те самые кирпичные блоки, без которых мы... Точнее, без специального удара, который нам дал винт, это место нам не пройти, поэтому... К винту нам в любом случае надо будет подходить. Так, опять эти бомбардировщики. Да, чувствую, если я деньги так буду тратить, я... Плохую концовку получу в этой игре. Всё, спускаемся за вторым куском карты. Что здесь? Здесь ничего нет. Сейчас бы ещё одну жизнь где-нибудь добыть, но здесь всего лишь 50 тысяч. Ещё плюс 20. И вот, вот, для чего нам нужен был винт, для чего нам нужен был вот этот удар тростью. Ради этого вот... куска карты. Я не помню, в каком... То, по-моему, в оригинале... В этом уровне у нас одно есть спрятанное сокровище, которое нам за миллион... Которое... За которое нам миллион дадут, или это в другом уровне? Помню, что вроде на острове есть, и... в Египте. А вот в этом уровне есть или нет, я уже не помню. Так, тут... Тут достаточно, тоже опасно. Так... Аккуратненько. Так, чё, стоит мне туда отправляться? Можно было. Ну всё, конец уровня. Тут как в оригинале всё. Слева у нас сокровища. Деньги справа босс. Так, это я сейчас ещё одну жизнь получу. Отлично. Жизнь мне же... Просто жизненно необходима. Потому что чё-то в первом уровне я... Слишком много потратил. Поэтому надо набирать. Ну, все боссы здесь достаточно простые. Так, полтора миллиона мы зарабатываем. Сейчас у нас в сумме будет два. Так, покупаем мы кусок карты. Смотри, это кусок карты. Да, чё он в магазине делает, мне вот вопрос. Вы вроде его ищите по всему уровню. Однако... Интересно, каким образом вы... Поместите этот кусок в магазин? По сути же, племеньки же его продают. Это их магазин или нет? Не знаю. Ладно. Так, континьюна пока вроде не нужен. Сейф. Можно ли вздохнуть на острове? Сейчас я вспомню. Да, можно. Придется взять эту вещь. Четвертый кусок карты найден. Поправляемся на остров. За каменной табличкой, которой стоит целое состояние. Из всех уровней, наверное, вот этот самый простой. Здесь меньше всего таких опасных подстав. Но только вот босс, вот босс, вот босс 10, конечно, конечно, такая скотина. Как в оригинале, здесь уже вот этот сундук не получится нам сбить камнем. Придется там обходить. Опять нам нужен сейчас будет винт. Все камни мимо. Так, зря я тут второй камень разбил. Второй камень нам надо оставить, чтобы сундук разбить. Золото наше здесь непонятный вот этот прикол. Зачем надо было пропасть оставлять и врага просто смеяться над ним, чтобы он упал. Так, да, вот здесь будет секрет один какой-то. Так, или нет тут никакого секрета. Не знаю, тут на самом деле под нами как бы находится арена, и там место, точнее место, и наверху там спрятаны сундуки. Однако, до того места я так и не понял, как набраться. Возможно, здесь как-то это можно будет сделать. Но вот... Ага. Видимо, здесь... Там какой-то секрет точно спрятан, но, наверное, скорее всего нам придется сначала взять этот... Третий пауэрап для нашей тройсти у финта. А затем попробовать отодвинуть эту... Железную штуковину. Так, есть хорош. Так, сейф у нас есть. Жизнь терять можно. Можно, но не нужно. Так, маленький, не хватило. Отцаты пропасти, на самом деле, прикольно придумали. Когда мы в неё упадём, вроде кажется, что мы жизнь теряем, но нет. Сейчас я попробую показать под... Там, с помощью катапульта. Да, вот здесь вот, конечно... Пиксельно надо запрыгнуть. То есть на самом краю надо ударить по этому камню, чтобы оттолкнуться уже, и запрыгнуть на эту платформу. Однако, препятствия не закончены. Вот. Вторую пропасть, которую надо было перепрыгнуть пиксельно. Ладно, в общем, в чём прикол этой пропасти. Зажимаем катапульту. Вот так вот. И она нас отправляет сюда. То есть мы не теряем жизнь. Так, всё. Винт нам даёт третий пауэрап. С помощью которого мы можем цепляться за эти тяжёлые металлические блоки. И это двигатель. Всё, сам Винт исчезает. Катапульта. И сейчас попробуем то место. Так, не понял. Так, тут же можно было что-то сделать. Нет? И так и не пойму, в чём прикол этого места. Видно, что там какой-то секрет спрятан. Ну, не могу я понять, как его можно разгадать. Как вот, я не знаю. Видно было, что поначалу там вроде как удар наносил до того, как я. Взял вот тут трость. Ну, не понимаю я. Ладно, забьём. Всё, теперь можно... Провод, это... Этот блок двигать. Сейчас мы возьмём тут сундучок. Который изначально был нам недоступен. В нём всего лишь 10 тысяч. А не 50. Жаль, маленько, что не 50. Ну да ладно. И вот эту вещь... Вот эту маленькую пропасть, которая кажется, что вроде... Так я подозреваю, что туда можно спуститься, скорее всего, с помощью падения. Вот в эту часть я не знаю, как попасть. Я думал, там секрет будет скрывать проход, который можно сюда попасть. Но нет, скорее всего, там надо было упасть в каком-то месте, вот в такой пропасть под какой-то ляной, чтобы попасть туда. Не знаю, если экспериментировать я не хочу, то, кого есть желание, скачает эту игру и попробует. Мне пофигу. Вот этот сундук я не знаю, как взять. Непонятно. Так и не понял. Так, и вон, сходим в правую часть, посмотрим, что там. Так, ну вот эти блоки, они... Никак их на них. Да, хитбоксы в игре, конечно, проблемы счета. Вот здесь что-то, может быть, какой-то секрет скрывается, я не знаю. Вот игра, к сожалению, начинает подлагивать, вот эта меня больше беспокоит. В общем, не знаю, тут ведь как секрет эти брать. 400 тысяч у нас на счету, нормально. Тут, кстати, в игре какой-то баг. Если вот сейчас совершить прыжок, нас дамажить будет. Да, разгадка, как камню бросать в воду, чтобы город поднялся. Тут мы это всё знаем. Справа уже виднеется арена с боссом. Её, кстати, подвергли изменениям. Если в оригинале мы сражаемся где-то в помещении, то... Здесь уже мы будем сражаться как бы на улице. Вот. И опять нас при прыжке что-то задамажило. Все верха там какие-то опасные. Да, камня в воду бросать надо, чтобы взять пятый кусок карты. Значит, никак. Все, сейчас город поднимется. Награду какую-нибудь за это нам дали, я не знаю. Здоровье бы восстановили. Мы же целый город подняли из воды. Никаких спасибо. Ничего. Так. Чё здесь у нас? Ладно, не хочу я знать, чё здесь у нас. Сейчас я добавлюсь, могу улететь. Нет, не улетела. Тут, кстати, есть некий проход секретный. Сокровище, одно из первых сокровищ в этой игре, которую дополнительно миллион дают. Можно здесь по этому подземному переходу пройти. И не проходить там, где я сейчас пытался пройти. К тому же переход содержит множество слитков. Тем самым можно существенно так пополнить запас золота. Я, кстати, никогда не знал, какое количество золота надо для хорошей концовки, для лучшей и так далее. В любом случае какое-то определенное количество. Может, миллионов 10 или 50, я не знаю. Для этого, в любом случае, надо, мне кажется, несколько раз вылетать из уровня. Про, так сказать, говорить зигзагу, да, то, что мы хотим с этого уровня смыться. Пожалуйста, нас вывози. Вот это секретный проход. Куда нас ведет. То есть, там был тупик, скорее всего. Это говорит о том, что... Поднимай... А, точнее, бросать камни в воду, разгадывать ту загадку с камнями нужно было бы в любом случае. Иначе мы просто бы не прошли. Так. Здоровье восстановили, все. Восстановили, сейчас будет питва с самым вредным, наверное, боссом этой игры. Да, место поменяли. Ненавижу этого босса, он, блин... О, сволочь, что делает? Никогда у меня к нему особой тактики не было. Я всегда как-то сам... Самопроизвольно против него сражаюсь. Вот сейчас из-за бага, блин, эмулятора... Из-за лагов эмулятора, точнее, из-за косяков, я просто не увидел то, что он там поднимается. Твою слуху надо в любом случае переустанавливать как-то. Ну, нафига ты блоки мне так поставил, мразь? Как я теперь буду? Бежать в ту часть локации, чтобы их... На тебе, не успел. Не успел он топнуть ногой. Это радует. Сейчас главное... Из-за кривых хитбоксов этой игры не получить дамаг. Ну и всё. Сейчас мне уже пофигу. Пятый удар готовый. Справился я с этим боссом. Когда первый раз в эту игру проходил, трехла жизнь на этом боссе потерять. Какие-то он мне проблемы создал. К моему удивлению. Так, энергию берём. Дополнительный хитпоинт. Мы возьмём сейв. Континью я пока брать не буду. Который кусок карты найден. Всё, примочки, винты все собраны. Теперь выбираем, куда пойдём. В Шотландию или в Египет. Я хочу пойти в Шотландию. Долбанный замок. Здесь... Наверное, мы обозначим второе такое главное подставное место в игре. Первое было это Ниагарский водопад. Второе вот, наверное, в Шотландии. Третье будет в Египте. Вот здесь такой трюк можно сделать, чтобы золото спасти. Иначе оно улетит в пропасть. В Шотландии с Египтом, наверное, два таких уровня, которые больше всех подверглись изменениям. Так, в этом сундуке... Чё у нас там? Там, по-моему, всего лишь тысяча золота. Не столь важно нам. Но тем не менее. Да, здесь будет такая загадка из цикла. Как я вообще мог догадаться? Так, можно было эту загадку задать. А заглавить? Эйх! Целых пятьдесят тысяч. Не пойду я туда. Коварное место. Не хочу я жизнь терять. Здесь. И так расходуются могут достаточно быстро. Так, дайте мне платформу выдвинуть, в конце концов, блин. Призраки долбанные. Да, дофига я потерял денег. Вот в этих местах. Ну да ладно. Главное, чтобы к концу игры хотя бы миллион был. Так, здесь у нас небольшой подъёмчик. Секретов вроде никаких нету. Вон там пятьдесят тысяч спрятано. Там запросто можно дамаг получить. Аккуратнее надо, чтобы на эти шипы не нарваться. Так. Вступил сейчас маленько. Не надо так делать. Если там есть какой-то проход, чтобы этот сундук взять. Ну, никогда не... Не, это... Как-то не было желания искать этот проход секретный, чтобы туда пройти и взять этот сундук. Опять-таки, кто захочет, тот и возьмёт. Не, он без надобностей. Так, да, мы сейчас приближаемся к второму главному подставному месту в этой игре. Так, сундуки над пропастью. Нормально. Это из оригинала такой... Достаточно трудный участок. Нет, теперь смотрим. Как в оригинале стрелочка наверх, говорящая нам идти сюда. Но вот тут ход перекрыт. Что... Ой-ой-ой, как... Как игра залагала из-за... Большого количества мобов на экране. Спрайтов, точнее. Да. Две игры от Capcom. ЧПДЛ2 и... Дагтейлз 2, конечно, этой фигнёй страдают. Точнее, проблемой. Перегрузили разработчики систему. Не выдерживает уже такого... Перегруза. Шестой кусок карты. Предпоследний. И вот теперь то самое подставное место. Нам просто необходимо попасть туда, где эти сундуки. И как туда попасть. Здесь как бы за этими стенами скрыт лабиринт, который мы не видим. То есть... Где стены, а где коридоры мы не видим. Поэтому можно тыкаться где угодно, куда угодно. И... Пока мы не выясним, что вот тут вот есть проход сверху. И вроде бы тут пропасть. И не перепрыгнуть её. Однако в нужный момент, в нужной точке экрана, в нужном пикселе, нужно свершить прыжок. И мы эту яму перепрыгнем. Тем самым окажемся здесь, где нам надо, чтобы продолжить игру. Ребят, вам... Вот, если вы будете играть в первое время, вот, без подсказок и прочее... Я уверен, вы... Много времени потратите, прежде чем вот такую вещь найдёте. Вот именно что. Там вот, казалось бы, ямы. И... Очевидно, что искать надо проход в трудном месте. Нет, нифига. Нужно очень чёткий прыжок совершить. А этот чёткий прыжок, он на самом деле очень трудно выполняется. Вот. Однако ж, пофигу на этот прыжок чёткий. Пролетите мимо призрака. И... Добро пожаловать вновь. Ненавижу я это место, и здесь... Тавтор, конечно, переборщил вот в этих местах. Хоть бы какую-нибудь платформу поставил. Я боюсь прыгать, если честно. Есть. Ну, тут понятно, что где-то скрытый коридор есть, скрытый проход, и... Поэтому всё нормально. Вот. Подставное место с маленькой буквы. Там... Сейчас будет дальше яма, но... Это, в общем, описывать не надо. Сами сейчас всё увидите. Сами поиграете, всё увидите. Я предпочитаю это место покоить так. Если получится, конечно. Лучше уж дамаг. Получите, аккуратненько потом перепрыгнуть. Так, господа. Мне бы к сундукам пройти. Так, а как к сундукам-то мне не дадут прохода? Дай туда, ну, надо было запрыгивать с помощью рыцаря. Есть. Вот тут. Давай, иди сюда. Есть. Так, ага, а я помню, здесь ямы есть. Только не помню, где они. Поэтому я сюда не пойду. Там есть ямы. Я это запомнил. Ну и вон нафиг. Подставы в этом месте были, я помню. Так, ещё одна арена с боссом, которая подверглась изменениям. Вообще перебор. Нас вообще твёрдой поверхности лишили, и мы должны всё время прыгать, чтобы на эти шипы не наткнуться. На самом деле прикольно сделано. Хоть как-то. Но усложнили это место. Всё, и под конец мы на эти шипы встаём. Абсолютно без всякого вреда. Потому что уровень закончен. Сокровище мы взяли. И всё. Шестой уровень. А, точнее, шестой. Шестой кусок карты мы нашли. Сейф нам обязательно. Я думаю, всё-таки до континью делу не дойдёт. Мы спокойненько завершим игру. С пару миллиончиками. Последний кусок карты осталось взять. И Египет. Это... Меч какой-то... Священный надо здесь раздобыть. И вот Египет. Ещё один уровень, который так нехило поменяли. И здесь располагается подставное место номер три. Там мы видим пропасти. Прыгать туда нельзя. И видим тут же кучу сундуков, которые в оригинале. Так просто не добудешь. Здесь же они нам сразу даются. И, казалось бы, в чём подстава? Та же жизнь. Та же жизнь так нам тут легко даётся. Вот здесь мы проваливаемся. Можем спокойно взять остальные сундуки. Пока всё достаточно легко. Прям халява полная. Но видим, что направо нам пойти нельзя. Верёвок никаких нету. Задаёмся вопросом, куда идти. В оригинале вспоминаем, что... Есть подобное место, где там вроде песок и... Песок и уже основание. Так скажем, экрана. То есть кажется, что там пропасть в этих песках и жизнь теряет. Однако мы знаем, что в оригинале в этом месте проход есть. В то место, где нам надо карту взять. И эта же пропасть... Она истинная. То есть если мы сейчас туда упадём, мы жизнь теряем. Вопрос. Куда идти? И каким образом игрок может догадаться, что вот из этих проп... Вот из этих всех пропастей одна является ложной. И прыгнуть надо именно в неё, чтобы пройти дальше. То бишь, вот эта вот пропасть, через которую я сейчас перепрыгиваю, она истинная. И вот эта она истинная. То есть упав в них, мы теряем жизнь. Но если мы падаем в центральную, игра продолжается. Автор, чёрт тебя подерим. Нахрена ты так сделал? Капец вообще. Так. Там справа, по-моему, какое-то скрытое сокровище было. Скрытое золото. Почему-то я забыл про него. Ну да ладно. Дили нас очень поздно предупреждает, то что здесь ловушки. Без мужа, да, без него давно поняли, что подстав тут и полно. И без его предупреждения. Так, сейчас мы эту предыдущего. Слона или что это? Статуя какая-то непонятная. Используем, чтобы взять золото. Так, хорош. Вот эту вот вещь, как опустить, я тоже не понял. А, вот как. Интересно, что она даёт? Что она даёт? Там никакого вроде секретного прохода нету. Зачем так поставили? Непонятно. Что там внизу, я даже знать не хочу. Так. Вот эту вещь надо было... Вот эту вот пчелу на самом деле надо было использовать. Потому что я подозреваю, что там в песках всё-таки пропасть. Вот здесь вот тоже подстава. Пойдём налево в пропасть. Пойдём. Пойдём направо. Пойдём куда надо. Всё, здесь мы пришли в место, где нам надо взять последний кусок карты. Шифр, то есть порядок прыжков на цифрах, которые мы давно все знаем. Так, 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 внимательно, внимательно. Как там у нас? Три на один. Раз, два, три. Раз, два. Раз, и раз, два, три, четыре. Этот шифр мы все давно знаем. Седьмая карта, седьмой кусок карты, и всё. Отправляем сейчас в секретный уровень. Я, кстати, никак его не могу запомнить в оригинале. Поэтому не могу сказать, переделали его или нет. Я просто его не помню. Ну, сейчас будет шестой секретный уровень, где у нас открылся подвал. Сейчас мы пойдём в подвал замка Шотландии, чтобы найти тайное сокровище макдаков. Красный рубин. Да, здесь тоже уровень такой лабиринтовый. Можно долго в нём бродить. Чё-то у меня нет желания в нём бродить. Пройдём сейчас быстренько. Хотя в нём много, куча золота можно найти. Там уже первый есть какой-то проход, куда надо. Куда можно попасть. Так, 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 так. Дальше куда идти. Да, мне кажется, всё-таки мы его тоже маленько поменяли. Усложнили. Но вообще никакого значения для меня это не имеет. Скорее, вы закончите эту тору и уже игру закончите. Ага, вот. Тоже достаточно опасное место. Мне кажется, куда здесь прыгать-то? Всё перекрыто. Нет, здесь есть секретный проход, опять-таки. Так. Помнится, я по этим платформам начал прыгать и в результате жизнь потерял, которая у меня тогда была последней. Поэтому нафиг эти платформы. Так. Чего? Чего у меня игра лагает опять? Я прыгать не могу. Так, здесь есть что-нибудь у нас? Нет, я пойду наверх. Не хочу я тут возиться. А, это... Ага, это не лиан. Я думал, это... Я думал, это верёвка, по которой наверх надо залезть дальше. Ну и точнее цепь здесь. По цепям желазинь. Не по верёвкам. Так, дамаг. Главное, хоть мороженое рядом было. Да, тоже вот этот прикольчик. Сделали цепь, но... Но везде перекрыты ходы. Так, лягушка. И как тут... Как вот это без дамага пройти? Я стесняюсь спросить. Как-то маленько коряво этот момент сделали. Ждать, когда на весь этот коридор пропрыгает, что ли? Ну вот, нафиг это надо. Так, что у нас здесь? Какое-то, видимо, секретное место. Сейчас так миллион наберём, вот. Здесь можно реально миллион набрать. Так, а здесь что? Э! Чё это? Замечательно. У нас игра зависла. Капец, блин! Чё за хрень? Ха! Вот вам и New Impressions, блин. Просто игра взяла и зависла. Жесть, блин. Ну, зашибись. Херам этот хак, в общем, могу так сказать. Потому что он зависает... Чё-то он завис! Херам этот хак, в общем, я не знаю. Да, замечательно. Я проходил эту игру, проходил этот уровень, но такого не было. Ну чё, игра зависла, чё могу сказать. То ли разработчик кусок дерьма полный. Чтобы он, нахер, блядь, я не знаю, в аду выебали, блядь. Гандон, в случае, который игру, блядь, не до конца тестил. Либо это уже к капкам вопрос предъява, потому что, блядь, они слишком игру... Так скажем, накачали, а она вот... Мы же знаем, что оригинал DuckTales 2. Тоже бывает, она иногда лагает, когда спрайтов много на экране, там, и врагов, и так далее. Бывает, она тормозит. Но вот результаты всего этого дерьма и крыльного тестинга того, что у меня игра зависла, блядь. Я не могу её просто пройти дальше. Ладно, я хотя бы сейчас игру перезагружу и просто покажу уровень Египет хотя бы. Насколько я помню, его можно пройти без примочек винта. То есть, основные приколы покажу и всё на этом. Ну, это, конечно, подстава, от которой я просто не ожидал. Пиздец вообще. Так, говно полное, вот так могу сказать. Если напишут то, что всё-таки Делёк лучше... Да, я соглашусь, Делёк лучше, потому что хотя бы он, блядь, не глёбчет. Чё? Сейчас, это ты просто взяла, сволочи, затормозила, и тем самым, блядь, всю игру мне запорол. Блядь, скотина хреново, блин. Ну, в принципе, уровень финальной бита с этим Д-1000, они... Она в принципе... Ага. Тут примочка винта нам, конечно, нужна будет, но фиг с ней. Мы это всё собирали. Финальный уровень, он особо ничем не отличается. Там просто надо пройти по тем же местам, где мы были до этого. То есть, там просто помним. Да, той перегородки не будет, и мы сразу туда поднимаемся наверх, и сражаемся, собственно, с Д-1000. Это просто пиздец, какая подстава, ну, авторы... Кто там автор New Impressions? Чтоб тебя нахрен, я не знаю. Чтоб тебе, блин, Бёрд Вик на день рождения подарили. Чтоб ты, блядь, на пенсии, и всё... Всю оставшуюся жизнь проходил только Макаймур. Я не знаю, чё ещё сказать. Чтоб тебе, блин, я не знаю, чтоб тебе... Самую ковёную китайскую версию в PlayStation 4 или PlayStation 3 подарили. Ну, короче, ты сволочь, и скотина, и мразь ты автор. Потому что ты не до конца, блядь, протестил эту игру. Что она виснет в тех местах, где надо проходить. А там то место проходится так, путём вот прохождения через стены. Твою мать, короче. Так, неправильно, тут два раза надо было прыгать. Чё, прохождение нахер полетело. Ну, капец, в общем, полный. Главное, хотя бы Египет я покажу. Из чего состоит, из каких подстав. А вот здесь, между прочим, подстава номер 3. Точнее, уже четвёртая подстава, третья была там пропасти в Египте. А вот здесь, как в Саймонс Квест, на самом деле ложная такая платформа, здесь на самом деле пропасть. Святой воды, как в Саймонс Квест, у меня нету. Поэтому, как я наткнулся на это место? Методом про-прошивок. Падаем вниз сейчас, и... Всё, падаем вниз, мы не успеваем на платформу запрыгнуть. Это будет падение в пропасти, это будет потеря жизни. Да, здесь ещё одна пропасть. Просто я забыл, на каком именно она. В блоке. На третьем с конца или со вторым. Ладно, сейчас ещё раз пройдём. Так, так, так. Первый ложный. Так, и второй. Всё, есть. Так, здесь вроде никаких проблем больше нет. Спокойненько обходим это всё, и идём наверх. Так, здесь что у нас? Попробуем, сейчас скинем этот сундучок на... У долбаного. На эту долбанную статую живую, прыгающую. Успеваем взять. Хорошо. Кто-то там вниз упал у нас. Змея или что, какой-то враг я не успел понять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. За кровища потеряли. Слиток золота. Вот тут, кстати, тоже, блин, маленький сделали. По-кривому. Тут надо. Вот здесь какой-то, на самом деле, скрытый проход, который лучше не использовать. Если вспоминать оригинал, то да, этот проход нас отправит в призовую комнату, где полно золота. Но если мы со всеми перемочками винта сейчас этот проход, так скажем, откроем, нас отправят в самое начало уровня, где мы уже всё собрали. Так, пройдёмся здесь. Что у нас там? Чё у нас здесь скрыто? Давай разбиваю в жундук. Здесь, по сути, только три сундука. Так, да, у нас три хитпоинта. Всё то, что мы целый час собирали, полетело в пропасть херам собачьим, потому что... Потому что автор, долбоёб, пропорсту не удостоился, так скажем, чести протестировать всё как нужно. Таких лагов не было. Так, теперь нам Вилли говорит, или это Вилли, я никогда их не запоминал, поэтому... По цветам жилетки и кепки. Ну вот, в общем... Вот здесь вот мы знаем, что в оригинале есть проход, который... Проход в комнату, где надо с помощью лучей пробить. Проход ко второму сокровищу зеркалу. Здесь же как-то это по-другому всё засекречено, и как, я так и не понял. В любом случае, тут надо использовать будет как-то эту статую, чтобы запрыгнуть куда-то и пройти тем самым туда, налево. Как это сделать, я не помню. Я лучше покажу другой прикол. Опять же, мне кажется, это косяк разработчика, который... ...эту игру делал. В общем, в чём прикол? Вот там он. Мы, я думаю, видно. Там уже арена с боссом. Она опять видоизменена, и мы сражаемся не в какой-то комнате, как в оригинале, а, можно сказать, на улице, на выходе из пирамиды. Вот. Попасть в неё можно вот так, или можно попасть в неё сейчас по-другому. Так, статуя, я надеюсь, отойдёт и позволит мне пройти. Спускаемся в эту комнату. Вот мы видим... ...на самом деле здесь как бы тоже лучи, которые нам говорят о том... ...это, в общем, место просто было, мне кажется, как-то перенесено из оригинального. О, бля. Телефон меня просто сейчас напугал во смерти. Сволочь, пошёл ты нахер, блядь. Скотина долбанная. Разрядился. Чуть не подпрыгнул сейчас. Скотина, блядь, электронная. А, в общем, в чём здесь прикол? Как можно пройти в то, второе место? Ээээ, вот верёвочку видим. Ну, точнее, спрейт верёвки еле заметный. Вот здесь, если мы упадём вниз, я не знаю, как из неё возвращаться. Вроде там вниз можно упасть, и мы окажемся в двух комнатах. А вот если мы зацепимся за верёвочку... Мы видим, что... Ой-ёй-ёй-ёй, не успел я показать. Прикол, ну да ладно. А чё, я сейчас... Я всё-таки сейчас специально сдохну. Кстати, жизни мне не отняли. Эээээх, не, не дают. Не дают мне показать всю фишку эту. В общем, там, если дальше залезть вверх по верёвке, мы попадём в включенную комнату, состоящую из блоков. И если из неё спрыгнуть, то есть не спуститься вниз, а просто спрыгнуть, то потеряется жизнь. Если вот здесь вот, когда мы, так скажем, проходим на эту арену снизу, по невидимой верёвке, если с неё тоже спрыгнуть, то мы автоматически падаем, так скажем, в дыру, в эти забучие пески, и нас тоже жизнь теряется. Косяк, в общем, очередной разработчика. Может он это специально сделал, может быть он это, не знаю. Опять по его невнимательности данная вещь в игре присутствует. Но тем не менее, всё. Сейчас мне опять заново игру приходить, тогда придётся, если мы хотим увидеть финальный уровень. Опять-таки я скажу, что финальный уровень там никаких особенностей нет. Та перегородка убирается. И всё, сражаемся с финальным боссом. На этом, я думаю, видео мы закончим. Запись этого видео. Думал, что это будет прохождение. Но из-за того, что автор косячник ёбнутый, сволочь и падла, гнида и мразь, скотина, я не знаю, редиска, блядь, и, короче, полный гандон, король мастей, сволочь и так далее. Пошёл он нахуй. Мне придётся из-за этого видео закончить, потому что я не хочу ещё целый час тратить на то, чтобы проходить остальные четыре уровня. Быстро у меня их пройти не получится, потому что я опять этого долбаного изобретателя разболтайло, приходится выручать, брать его на конечники, пробивать себе дорогу через эти кирпичные блоки. Нафиг у меня нет желания, поэтому видео, запись видео заканчиваю. Если хотите этот хак, поиграйте. Я вообще просто полностью разочарован херам этот хак. New Presence полное говно. Делюкс я не играл, но, надеюсь, там таких лагов нет, из-за которых игра виснет. И её хотя бы можно будет пройти как-то. Всё. Завершаем. Завис. Запись видео. Всем пока.